Дорогая церковь и всех, кто смотрит нас онлайн, давайте мы горячо поприветствуем студентов миссионерской школы класс 2022 года. Студенты, добро пожаловать в Living Stream Church. Я надеюсь, что это будет ваша вторая дома. Я сказал, что надеюсь, что это для вас станет вторым домом. Добро пожаловать нашим студентам, которые съехались, слетелись из разных штатов, из разных стран. И сегодня у нас, мы это делаем по традиции, для тех, кто сегодня новый в нашей церкви. Мы каждый год представляем новый набор студентов. СМБС – это славянская миссионерская библейская школа. Хочу также поприветствовать всех, кто смотрит нас онлайн. А сегодня вы знаете нас много, потому что у каждого – папа, мама, бабушка. Вы же представляете, все в онлайне сидят, увидеть родное красивое лицо. И выглядывают, где же мой? Да, все на месте, всех увидите, не переживайте. Вы правильно сделали, что вы с нами. А я хочу немножко рассказать небольшую статистику. К нам приехало в этом году 82 человека, 82 студента. Последнее время мы эту держим статистику ровно. Это приблизительно максимум, что мы можем принять и разместить всех, чтобы у всех было и жилье, и обучение. Все студенты приехали из разных церквей, из разных штатов и даже из разных стран. Хочу сказать, что за все эти годы, включая все программы СМБС, это миссионерская школа, подростковая школа, школа IDT, уже прошло через наш город, через нашу церковь, через школу СМБС более трех тысяч человек. Вы представляете, друзья, сколько уже их по всей Америке в разных городах и штатах. И некоторые выпускники, они стали не просто формальные выпускники, но из них люди стали служителями, деканами, пасторами, миссионерами. Некоторые стали фуллтайм-миссионерами, то есть всю жизнь посвятили на миссию. И до сих пор некоторые находятся на миссии. Некоторые из них открыли свои служения, свои миссии. И вчера я был на одном мероприятии. Мы организовали одну организацию, которая называется Church Momentum. И мы помогаем сегодня славянским церквям, кто желает открыть английское служение в своей церкви. Английский поток, много практических советов, ошибок. Мы делимся, помогаем тем, кто в этом нуждается. И также помогаем начинать английские церкви. Но это уже наши люди, наши славяне, дети, которые родились здесь. И сегодня они уже в разных штатах служат уже американскому местному населению. И вчера я был свидетелем, как один из выпускников, а вернее два выпускники SMBS, уже через неделю начинают новые церкви в Америке для американцев. Это молодые люди, примерно 30 лет. Поэтому, друзья, Бог серьезно употребляет это служение и эту миссионерскую школу. Поэтому за это Богу большая слава. Вам, церковь, Живой поток, большая благодарность. Потому что многие годы здесь люди были, которые служили студентам, принимали их к себе домой. Это больше 10 лет. И сегодня, друзья, это все, мы можем сказать, общий успех. Поэтому слава Богу за миссию, за христианское образование. Я вспоминаю своего дедушку. Если бы он только мог встать и увидеть, что сегодня есть школы библейские. А он когда-то не мог помечтать даже об этом. Поэтому, слава Богу, хочу вам еще, друзья, сказать, что студенты из разных штатов на третьем месте, если мы не включаем Флориду, то у нас больше всего представителей из штата на третьем месте. Больше всего из штата Орегон, Портланд. А с восточного побережья это Каролайна, Норф Каролайна. Дальше, на втором месте, как вы думаете, откуда больше всего студентов? На втором месте. Ну, это Калифорния. Больше всего на втором месте Калифорния. Оттуда у нас идут серьезные поставки. Ну и у вас только один шанс угадать, как вы думаете, а больше всего студентов откуда? Вы такие молодцы. Ну, конечно, Вашингтон. У нас и иммигрантов, и студентов больше всех с Вашингтона. Так оно и есть, друзья, да. Ну, у нас еще есть и из других даже стран. У нас есть студенты из Канады и впервые даже из Австралии. Представляете? А кто из Австралии? О, видите, есть люди. Так что даже в Австралии нас смотрят, друзья. Представляете? Даже в Австралии нас смотрят. Слава Богу. Это уже 18-й набор. Просто статистика. И они все собираются поехать на миссию в конце. Хочу, чтобы мы, церковь, тоже радовались, осознавая, какое влияние это идет на мир. Представляете, сколько групп в разных странах будут на разных... В разные сроки, с разными целями будут ехать по миру и нести Евангелие. Это то, что Бог хотел от верующих. Поэтому мы исполняем просто четко предназначение, которое Бог дает нам, верующим. И сегодня для нас, для церкви, я верю, что это привилегия и честь. Служить этим людям, служить телу Христову, служить этим студентам. Это несет жизнь и церкви, и это несет также благословение для многих людей. И сейчас, друзья, я передам микрофон, и у вас будет возможность в течение нескольких минут попробовать запомнить все их имена, с какого штата, с какой церкви, откуда они приехали. Итак, внимание, дальше передаю слово нашим студентам. Кристина Пявка, Сакраменто, Калифорния. Пастор Александр Каланюк. Олег Каритонов, Орландо, Флорида. Богдин Палиячук. Все можно говорить погромче. Карина Штангрет, Сакраменто, Калифорния. Пастор Эдвард Кислянко. Пастор Эдвард Кислянко. Лена Джошкина, Сиэрл, Вашингтон. Пастор Андрей Ивансов. Джонатан Котяков, Розвилл, Калифорния. Пастор Сергей Кисел. Сватлана Скоробогач, Ютекан, Нью-Йорк. Пастор Mike Cervallo. Рима Примаченко, Винкувер, Вашингтон. Пастор Игорь Стукав. Марк Ивашенко, с города Colorado Springs, Colorado. Пастор Брэдди Боид. Дана Канонова, Сиэрл, Вашингтон. Пастор Степан Косинюк. Эммануэла Филиманчук, Лондон, Отрео, Канада. Пастор Виктор Литусанский. Лена Салюк, Портланд, Орегон. Пастор Давид Класин. Агнесса Примаченко, Винкувер, Вашингтон. Пастор Игорь Стукав. Эдико Тюнин. Сейла Моригон. Пастор Вячеслав Бонецкий. Дорина Сушик, Су-Фолл, Сау-Дакота. Пастор Алекс Климчук. Я Мария Маниленко, Шарлотт Северной Каролайны. И мой пастор Василий Рудницкий. Я выросла в христианской семье. И я первый раз покаялась в 6 лет. Но если честно, это покаяние было больше от страха. Я видела один мультфильм. И там было про вознесение церкви. И я очень боялась остаться. Но все равно я верю, что Дух Святой во мне работал. И я покаялась в 11 лет. Это было на четвергу до Пасхи. И я вышла на покаяние и попросила прощения у Господа за свои грехи. И потом, когда я пришла домой в тот день, то я уже захотела больше Библии читать. Не за то, что мои родители меня заставляли. Но у меня уже было свое желание. И я молилась больше. И когда я в школу пошла, то я уже хотела быть светом для этого мира. Другим рассказывать. Правда, я очень боялась. И я совсем не понимала, как правильно и когда. Но через время я поняла, что это нам очень важно. Я поднял одну книгу читала про миссионеров. И сначала мне было очень трудно принять, что наша жизнь не для нас, а что мы живем для Бога. И нам нужно другим про Него рассказывать. И это самое важное в нашей жизни. И через время я хотела на миссии ехать. Но я еще была очень маленькая. Мои родители не пускали, потому что они за меня переживали. Но это правильно, я думаю. Я знаю. И теперь я уже могу тут быть и больше учиться. И мы на этой неделе его анализовывали. И я была очень рада, что я это могла делать. И уже делиться, как Иисус меня поменял. Он мое сердце поменял. У меня уже больше терпения и любовь к другим. И спасибо, что вы нас приняли. И что мы можем у вас учиться в этой школе. И я прошу, что вы молились за нас. И спасибо. Слава Богу. Виктория Трухеменко, Cleveland, Ohio. Пастор Евген Пилипев. Денио Гошвати, Puyallup, Washington. Мариан Кондрат. Вероника Мегадук, Sacramento, California. Пастор Эдварь Кистенко. Юри Редич, St. Augustine, Florida. Пастор Богдан Будеренко. Света Изотова, Vancouver, Washington. Пастор Петер Тишенко. Эдвард Юденко, Seattle, Washington. Пастор Алекс Типанченко. Анжелика Меленчук, Charlotte, North Carolina. Пастор Петер Максименко. Eugene Goddison, Sacramento, California. Пастор Иван Гаврилюк. Анита Ткачук, Seattle, Washington. Пастор Саша Маташук. Влад Ковтун, Spartanburg, South Carolina. Пастор Василий Штиба. Алиса Базан, Jacksonville, Florida. Пастор Богдан Будеренко. Johnny Mateusz, Rockland, California. Пастор Эдвард Кислянка. Диана Монцевич, Charlotte, North Carolina. Пастор Петер Евчик. Эмма Вичер, Minneapolis, Minnesota. Пастор Алекс Нагорный. Майкл Кричани, Ири, Pennsylvania. Пастор Григорий Ковалевич. Вероника Воронин, Винкувер, Washington. Пастор Павел Голосинский. Анастасия Никитина, Charlotte, North Carolina. Пастор Петер Максименко. Максим Кричани, Ири, Pennsylvania. Пастор Григорий Ковалевич. Алена Косыган, Atlanta, Georgia. Пастор Эмманил Руссу. Слава Кульчицкий, Воронин, Washington. Пастор Петер Тишенко. Я хочу поблагодарить вас сегодня, что вы пришли. Спасибо, что вы все пришли. И я очень рад, что вы пришли. Я рад, что вы пришли. Я хочу поделиться с Ветерсой, почему я пришел в СМБС. И я вырос в христианской семье. Но никогда не хотел служить Богу. Мои родители всегда были в церкви. Мой отец был секретарем в церкви. Но когда мне было 12, я узнал о интернете. И я очень привязался к видеоиграм. И за 3-4 годы я не могла остановиться играть. Я был так привязан, что я остановился к церкви. Я остановился к моей семье. Я не хотел делать ничего. Когда мне было 17 лет, я с мамой ехал в машине. И я просто сказал ей, что я никогда не буду служить Богу. И моя жизнь была очень плохая на тот момент. Я был депрессирован, институт, я не хотела делать ничего. Я ненавиделся все. Моя жизнь была ужасная в то время. Была депрессия, всегда были куча комплексов. И я помню, когда в 18-м годах старт-конференция пришла. И когда было 18 лет, старт-конференция пришла. И тогда я понял, что я зависим от видеоигр. И я осознавал, что я зависим, но я не мог ничего сделать с этим. И помню, мои друзья пригласили меня на старт-конференцию. И сначала пошутил. И потом начал думать о ней. И я помню, попросил родителей, можно я поеду? И папа сказал, нет. И я начал молиться, Боже, если хочешь, чтобы я попал на эту конференцию, сделай, чтобы был. Я буду молиться. И я помню, где-то 6 часов до того, как надо вылетать, отец сказал, да, и я купил билет. И я прилетел. И конференция началась. И я не помню, первый или второй день. Но я помню, был призыв наперед. И молились о людях, которые хотели отдать жизнь Богу. И мне уже просто все надоело. Я просто ни о чем не думал. Я просто вышел на сцену. И я помню, что я начал молиться, и Бог просто встретился со мной. И я почувствовал Божье присутствие. И я думаю, что это была одна из самых громких молитв, когда я молился вообще в жизни. И в тот момент я дал жизнь Иисусу. И после того, жизнь повернулась на 180%. Я пришел домой, и мама не узнавала меня. И я начал служить в церкви, работать с молодежью. И я начал молиться в библейской школе. И Бог положил на сердце приехать в СМБС. И вот я здесь. И я просто хочу поделиться некоторыми целями, которые у меня есть. Я хочу научиться жить с Богом каждый день и слышать Его голос ясно. Я хочу научиться делиться с Иисусом с теми людьми, которые не знают Иисуса. И я хочу научиться Слову Божьему, чтобы мы могли вернуться в мою школу и служить. Мог прийти домой и служить. И я просто хочу сказать, если можно, еще одну минутку. Я хочу поддержать вас. Продолжайте конференцию в старт конференции. Потому что некоторые могут думать, что ничего с этого не идет. Но меня это поменяло. И меня это поменяло. Поменяло мою жизнь. И если бы я не попал на эту конференцию, я не знал, где бы я был сейчас. Я, наверное, никогда бы не служил Богу. И я хочу поблагодарить вас и благословить вас. Аминь. 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 Агнеса Косаган. Атлена, Георгия. Пастор Эмманил Руссу. Владу Слотскуло. Watertown, New York. Пастор Jeffrey Smith. Вирабу. Колумбус, Ohio. Пастор Аркадий Олыш. Денис Декаров. Ванкувер, Washington. Пастор Данил Товкач. Здравствуйте, дорогая церковь. Меня зовут Виктория Карпова. Я приехала в Америку 7 месяцев назад из Москвы, России. И я переехала сюда без семьи, без чего-либо. У меня, наверное, все, что у меня было, это у меня был Бог. Все. У меня было больше ничего. Но я верю, если Господь вел меня сюда, этим путем, и как Он привел меня в библейскую школу, тот путь веры, который я прошла, надеюсь, вдохновит кого-то из вас сегодня. Приехав сюда, я просто купила билет и приехала в Майами. И, честно говоря, я не знала, что меня ждет дальше. Я просто как взяла и прыгнула с горы. И Господь так сильно меня поймал, что больше после этого никогда не отпускал. Приехав сюда, я нашла церковь в Майами. Я очень благодарна всей нашей христианской семье по всему миру, когда ты можешь просто приехать, и тебя принимают, как будто ты их родной брат и сестра. Я нашла там друзей. Господь меня обеспечил работой, которую я очень любила. Я работала на яхтах в Майами с тюардессой. И работав там полгода, я понимала, что я хочу пойти в библейскую школу. Я всегда хотела. И когда я узнала, что есть SMBS, у меня такое прям желание в сердце появилось. И я понимала, что я не хотела ни в какую другую школу, там, американскую или куда угодно. Я хотела именно сюда. Я не знаю, почему. И когда я об этом узнала, я зашла на сайт, и там уже все было занято. Мест было вообще ноль. И тогда я писала в школу, наверное, если не каждый день, то каждую неделю. Я говорю, пожалуйста, если у вас освободятся места, пожалуйста, можете меня взять. Я очень хочу. Они говорят, нет, у нас нет мест. Можете подать на следующий год. У нас уже waiting list. Все занято. Ну, вообще не вариант никак. Типа, извини. Я думаю, нет, я не остановлюсь. И я помолилась Господу. И у меня была такая четкая уверенность, что я почему-то буду там в этом семестре. Я молилась на своей домашней группе. Говорю, давайте молиться, если Господь хочет, чтобы я там была. Господь, Он Бог верный, и для Него нет ничего невозможного. Если Он хочет, чтобы мы где-то оказались, Он проведет нас. Может быть, мы думаем, что вот такой вот путь, а Он нас проведет вот таким путем, но Он нас приведет туда, где мы должны быть. И так получилось, что несколько недель до школы, как я уже сказала, у меня тут нет ни семьи, ничего, и я понимала, что я могу только уповать на Господа. Все. И как бы сама делать, что я могу. И мне предлагают тоже чудом один контракт на одной лодке. Я зарабатываю конкретное количество денег для школы, чтобы сама все оплатить, еще чтобы хватило на проживание этих пяти месяцев. Я понимаю, что это тоже было огромное чудо в моей жизни, потому что если бы не Бог, я бы сама ничего не смогла бы сделать без него. И получается так, что у меня скапливается количество денег, но, чтобы вы понимали, мне школа не ответила. Я просто готовлюсь к чему-то, что еще мне как бы сказали нет. Ну, вы не пойдете. И одна девушка из моей церкви, она работала раньше в СМВС, и она здесь знает много людей, и она тоже сказала, наверное, Виктору про меня, то, что есть одна девочка, она очень хочет пойти, но она говорит, ну, типа, места нет, ну, как бы вот куда мы ее, на пол положим или что? И получается так, что уже две недели до школы я не, ну, я как бы не иду в школу по логике. Но у меня есть вот эта уверенность, то, что Господь меня туда приведет. И за две недели я работаю, я как бы делаю, что могу, и Господь, точнее, школа мне просто пишет, типа, здравствуйте, Виктория, у нас свободилось одно место, и хотите вы или еще приехать? И я просто прыгаю по всей этой лодке, на которой я работала, Господь говорит, ты такой верный, потому что, ну, как так может случиться, как бы, что, почему взяли меня, а не кого-то другого, если там было столько людей, которые хотели поехать в школу? В общем, меня берут в школу, я быстро покупаю билеты, и я понимаю, что я находилась на контракте, который дольше, чем школа. То есть он, если мне нужно ехать в школу, мне нужно, ну, break my contract. И получается, что я говорю с моим боссом, и он говорит, что вообще, типа, без проблем, хорошо, что ты сказала заранее, можешь уезжать, все, типа, ну, все, мне заплатили, все. И я просто понимаю, что когда мы доверяем Богу, каждый маленький шаг, каждая маленькая деталь будет продумана им. Нам не нужно беспокоиться. И когда мы кладем все наше упование, когда мы говорим, Господь, я — это никто, но ты — это все, что у меня есть. Этого достаточно. Поверьте, я столько видела в своей жизни чудес, когда Бог так сильно заботился. Поэтому я хочу просто вас вдохновить, чтобы, если мы держимся за что-то в этом мире, честно, это все безнадежно. Но когда мы держимся только за Господа, Он проведет таким путем, которым даже в голове такого плана не могло бы быть. Поэтому просто я бесконечно рада быть здесь. Я готова учиться в школе, учиться быть дочерью Бога, которая просто хочет служить этому миру. Так что благодарю вас за то, что вы принимаете нас. И благословенного вам дня. Спасибо. Елисей Франчук, Portland, Oregon, пастор Василий Ярош. Анжала Виловчик, Ютюка, New York, пастор Василий Жушма. Йосип Карча, Токома, Вашингтон, пастор Вася Халанеси. Артур Сушчик, Суфол, South Dakota, пастор Виктор Пугач. Кристин Карнауч, Атлана, Георгия, пастор Андрей Канал. Роман Редич, Сей-Ангустин, Флорида, пастор Богдан Булененко. Марк Изотов, Ванкувер, Вашингтон, пастор Петр Тищенко. София Суяркова, Баттлградн, Вашингтон, пастор Владимир Тиженок. Тимофей Ивашенко, Colorado Springs, Colorado, пастор Брэдий Боид. Катерин Мерза, Tampa, Флорида, пастор Николай Плетнев. Богдану Панасюк, Портланд, Орегон, пастор Владимир Чиженок. Леона Сашков, Springfield, Миссури, пастор Николай Илюк. Давид Скандеров, Суфа, South Dakota, пастор Виктор Пугач. Алена Химич, Сакраменто, Калифорния, пастор Иван Гаврилук. Элси Медведева, Battleground, Washington, пастор Владимир Чиженок. Эдвард Мелник, Сакраменто, Калифорния, пастор Эдуард Кислянка. Вита Кулакевич, Ванкувер, Вашингтон, пастор Данил Товкач. Давид Борожкевич, Порн, Орегон, пастор Виктор Бурлака. Тина Хохлан, Сакраменто, Калифорния, пастор Эдуард Кислянка. Джан Куцар, Юрико, Нью-Йорк, пастор Васили Жушва. Авраам Дзядек, Шарлот, North Carolina, пастор Петро Йевчик. Пастор Петро Йевчик.